Журналист Андрей Остальский. Андрей, здравствуйте. Вы знаете, я сейчас прежде чем спросить про Шотландию, про Британию и про эти протесты, хочу дикий вопрос вам задать. А значит ли, например, это можно ли предположить, что уйдя из Евросоюза, оставшись без единых норм, люди, которые сейчас вышли на улицу в Лондоне, там, я не знаю, рискуют столкнуться с полицейским насилием, например, или нет? Ну, я честно скажу, что надеюсь, что нет. Но некоторая тревога, которое очень странное такое чувство для человека, живущего в Британии, стало появляться. Ого, расскажите, это очень важно, мне кажется. Вот с чем это связано. Связано это с тем, что непонятно, кто такой мистер Джонсон. Who is Mr. Johnson, перефразирую известную фразу про Путина. Он же был готов говорить всегда людям, политикам, то, что они хотели от него услышать, оседлал Brexit, вроде бы будучи до этого ремейнером, то есть сторонником того, чтобы оставаться в Евросоюзе, но увидел для себя возможность стать премьер-министром, стал даже лидером этого движения. И что вот он на самом деле из себя представляет? И помимо Brexit, что он с Британией собирается делать? Он сейчас получил колоссальное большинство, но уже сегодня Тимур опять наговорил вещи друг другу противоречащие. На каком-то более узком кругу, разговаривая с функционерами своей консервативной партии, он там говорил такую вещь, такую вещь, что мы получили мандат, чтобы землетрясение в Великобритании провести, чтобы все здесь поменять. Я буквально, он сейчас может, как Маргарет Тэтчер, делать все, что угодно, ну, по сути. Да, вот могу делать что угодно, мандат на то, чтобы создать правительство народа, народное правительство, people's government, и со священным мандатом от народа напрямую, и можно прекратить всякие глупости в парламенте. Ну, это все говорилось, как бы, в качестве импровизации, тут нет точных формулировок. Империю строить заново не начнут, Андрей, как вы думаете? Вот, и он не скажет, конечно, откровенно, что он собирается делать, может быть, он и сам не знает, потому что потом в обращении к нации, в официальном, публичном, он говорил нечто совсем другое, что он хочет быть one nation Tory, то есть объединить, залечить раны образовавшиеся. А Тимур, раны это самое страшное. Конечно, вот, с точки зрения еврофилов или вообще сторонников просто членства Евросоюза... Которых мы видим, наши зрители, я поясню, видят в соседнем с вами и со мной окошке, вот как раз этих самых еврофилов, которые, мне кажется, просто очень обескуражены результатами выборов и очень хотят, чтобы все было по-другому. Конечно, но вот им кажется, что страшная будет экономическая цена за Brexit, но вот, на мой взгляд, еще страшнее может быть цена политическая. Вот то, с чего мы с вами начали, что, возможно, будут попытки вот этого правого, очищенного от либералов, кстати говоря, их выгнали из консервативной партии, правительства создать какое-то, ну, даже подобие авторитарного, что ли, режима. Авторитарно, то, о чем всегда Британия любит писать книги, и которые потом любят переводить на русский язык и искать аналогии в России. Как раз вот настоящий авторитаризм, где полицейским можно уже бить людей на улице. Может быть так? Ну, я повторю еще раз, не будет, я думаю, этого, но вот есть какое-то вот теперь вот... А теперь один провокационный вопрос. А может быть Борис Джонсон сейчас, когда ему можно вообще все замотать историю с Брекзитом? Он может теоретически и это сделать, но все-таки это, наверное, чересчур. Вот другое дело, что такие вот центристы, либералы пишут сегодня, он теперь может, и мы надеемся, он это сделает, мягкий Брекзит. Он хорошо договорится с Евросоюзом, он продлит, если надо, срок переходного периода, чтобы было нормальное торговое соглашение, которое вернет страну почти тем же экономическим отношениям, ну почти, не совсем, но почти, которые существовали в рамках Евросоюза. Вот на это есть надежда. Он может это сделать, если захочет. Это колоссальное большинство, с одной стороны, освободило его от необходимости думать о парламенте, в общем-то, а с другой, от своего правого крыла, вот этой самой группы, которая там на него давила со страшной силой, шантажировала его даже, и Терезу Мэй свергла фактически, вот он теперь на них тоже может наплевать. Здорово. То есть, вовсе не значит, что Британия собирается стать конкурентом Евросоюзу, что в очень большом приближении стало в начале 20 века источником начала Великой войны, по большому счету. Ну, по крайней мере, мы надеемся, что те времена остались далеко позади, но по-прежнему я тоже верю, что Британия станет беднее и слабее из-за выхода из Евросоюза. Но конца света это не означает, живут государства и без Евросоюза, можно наладить действительно с ним нормальные добрососедские отношения. 20 секунд про Шотландию, удастся там погасить волнение, как вам кажется? Да, слушайте, это два локомотива, мчащихся навстречу друг другу. Колоссальное большинство у Джонсона в парламенте, невиданный контроль над Шотландией и Шотландской национальной партией. Ее лидер Николас Стерджин уже сказал, что мы получили мандат для того, чтобы требовать категорически нового референдума о независимости. Да, такого, мне кажется, еще мы не видели. В недавнее время, когда Шотландия так поднимает голову и говорит о независимости, очень интересно все это, будем наблюдать. Просто эпохальные события происходят сегодня. Журналист Андрей Остальский с нами был на связи. Спасибо. Спасибо.